Ой, ребята-демократы, сегодня будет такой веселый урок экономики. Ну а навеяна эта тема вчерашним выступлением второго лица в государстве. Имеется в виду председатель правительства Мишустин, который в данный момент принимает дела. И вот он ознакомился с результатами аудита по прошлому году. Но он же экономист, ему в первую очередь интересно такие бумаги читать. Вот ознакомился, аудит проводила счетная палата. И пришел в ужас от того, что оказывается в прошлом году бюджет умудрился сэкономить, как выразился. Премьеры недопустимо много, то есть не потратили недопустимо много денег, цитата, приводит РБК. А в сегодняшнем отчете счетной палате об исполнении бюджета за прошлый год приводятся цифры неизрасходованных средств. Это около 1,1 триллиона рублей, что недопустимо много. Мишустин добавил, что в нынешнем 20-м году на государственные контракты в бюджете выделено 4,5 триллиона рублей. Уже заканчивается февраль месяц. Сколько денег реально потрачено? Примерно 10%. А если смотреть по национальным проектам, примерно 12,2% наша задача... Короче, я не хочу читать этот бред. Ну, в общем, если переварить и перевести на русский язык все то, о чем сказал вот этот вот человек, вот этот вот чиновник, вот этот вот председатель правительства, какого хрена вы не украли вот этот вот 1 триллион рублей? 1,1 триллион рублей. Что мне теперь говорить людям? Ведь мы-то привыкли рассказывать им сказки, что просто денег нет. Поэтому не проводим индексации, поэтому мы не увеличиваем зарплату, поэтому мы не увеличиваем нагрузку, социальную составляющую в целом по стране. Нет у нас на это денег, а вон оно, оказывается, есть целый триллион, чтобы вы понимали, сколько это. Ну, вот я предлагаю вам сейчас всем дружно взять калькуляторы в руки и просто посчитать. То есть взять вот этот вот триллион рублей округленную сумму, даже не 1,1, а триллион и разделить на 146 миллионов человек. Это население нашей страны. И вы увидите, что выйдет очень интересная цифра. 7 тысяч рублей на каждого россиянина. 7 тысяч рублей на рыло. Повторюсь, на каждого. На взрослого человека, на младенца, на бабушку, на дедушку. Даже на тех, кто не в адеквате и вообще не соображает, что происходит, находится где-нибудь в психушке. Даже на них, на каждого гражданина это 7 тысяч рублей. Много это или мало? Ну, опять же, зайдите в Яндекс сейчас и откройте. Наберите там или в Гугл, неважно. И наберите в поисковой строке ВВП России на душу населения. И вам откроется такая таблица, где мы на 50 месте по итогам 2018 года. Почему по 2018 году? Говорю, потому что по 2019 еще просто данных нет. Так вот, по итогам 2018 года мы находимся на 50 месте. Повторяюсь, ВВП на душу населения тогда составляло 29 тысяч. И туда 7 тысяч. То есть, это еще плюсом. То есть, это плюс 25 процентов. Еще, если вот так вот в процентном соотношении посчитать. То есть, это нехилая такая сумма сэкономленная. И, блин, вместо того, чтобы сказать, ребята, вы молодцы. Вы такую кучу бабла в стране сэкономили. Нет, Мишустина их ругает. Как же так? Почему вы не украли эти деньги? Подробности дальше. Начинаем. Теперь давайте я вам попытаюсь объяснить на пальцах, что такое неизрасходованные деньги. Вообще, откуда они получаются. Ну, далеко ходить не надо. Наверное, каждый из вас ежегодно верит одну и ту же картину. Чаще всего мы ее видим перед Новым годом. Это когда конец осени, начало зимы, ноябрь, декабрь. Еще вроде как не лежит снег. То снег, то дождь. Лужи на улицах, на дороге по щиколотку. Грязь какая-то по самые уши сумасшедшая. И вы, наверное, обращали внимание, что к этой луже подъезжает грузовик. С горячим асфальтом, который еще горячий, парит. И иностранцы, гости с юга. Лопатами, значит, горячий асфальт складывают в лужи. И мы все дружно хихикаем, когда проезжаем или проходим мимо. Или просто в окно наблюдаем эту картину. Или там похожая картина, когда какой-нибудь забор. На нем вот такой вот толстый слой грязи, скопившийся там за целый год. Он грязнеханик. Потому что машины постоянно проезжают мимо, поливают этот забор все больше и больше грязью. И опять же, вот эти вот гости с юга. Вот по этой грязи, по этому забору. Да, свежей краской сидят, его красят. И мы опять ухахатываемся. Или там третий пример вам, пожалуйста. Тоже наверняка наблюдали, что там год назад у вас там проложили новые трубы. Прошел год. Вот год назад их клали. А тут хлоп, опять раскопали. Опять эти трубы перекладывают. Вот это вот и называется доосвоением бюджета. Для чего это делается? Потому что деньги в бюджете заложены. Какие-то на ремонт дорог, на покраску заборов, на замену труб и так далее, и так далее, и так далее. И вот конец года. Вот эти вот деньги какую-то часть не успели израсходовать. И вот для того, чтобы не получилась ситуация, которую мы наблюдали вчера, когда Мишустин дюжи сокрушался. Но он-то имел высокого ранга чиновников. Те имеют чиновников рангом пониже, те еще пониже, еще пониже, еще пониже. И в конечном итоге, чтобы никто не хочет иметь бледный вид, начинают доосваивать эти деньги. А в итоге получается самое обыкновенное воровство. То есть мы просто эти деньги спускаем в унитаз. Выбрасываем на улицу, хотя могли бы, пустить их на какое-то нужное дело. Впрочем, это слезы. Когда речь идет о таких суммах, как триллион, сэкономленный по прошлому году, там совершенно другие проекты, там совершенно другие аппетиты, там совершенно другие масштабы воровства. И для того, чтобы вы понимали, вот совсем понятно было, как это выглядит, предлагаю вам посмотреть. Вот я к этому человеку отношусь неоднозначно. Что-то мне нравится из того, что он делает, что-то не нравится. Глеб Пиных. Поехал Глеб Пиных проводить свое расследование в Краснодар. Началась эта история пять лет назад, когда все дружно. Мы в едином поры ожидали, что будем принимать чемпионат мира по футболу 2018 года. То есть это было еще пять лет назад. И вот Краснодар попал в список тех городов, которые должны были принимать вот этот вот чемпионат мира по футболу. И там было решено построить дворец спорта. Посмотрели к нему подъездных путей. Нет, нормальных. То есть там есть какая-то дорога, но она, в общем, не вывезет в условиях чемпионата мира, потому что при этом огромное количество желающих посмотреть те матчи, болельщики со всего мира и так далее и тому подобное. И было решение, что да, надо сделать какую-то нормальную дорогу, нормальные подъездные пути, нормальную развязку. И, в общем, эта дорожная развязка, вернее, ее строительство, была заложена в генплан. Спустя какое-то время там, в Краснодаре, появился некий олигарх, который изъявил желание за собственные средства построить стадион. И, собственно, он его построил. Молодец, спасибо ему большое. Ну, коль скоро человек предложил, давайте я построю, а вы сэкономите бюджетные деньги. То есть надобность в стадионе за счет бюджета, в строительстве стадиона, вот на этом самом месте она отпала. То есть проект аннулировали. Проект аннулировали. Про развязку забыли. Она так в генплане и осталась. Вот болтается она в этом генплане на протяжении пяти лет. Причем все прекрасно собирают. Понимают, что дорогу эту строить уже никто никогда не будет. Просто потому, что она там не нужна. Ну, во всяком случае, в обозримом будущем. Никто никогда не будет. А коль скоро в генплане она есть, и деньги на нее были заложены, и уже даже в свое время часть этих денег была потрачена. Там 300, что ли, миллионов рублей потратили на проектную документацию. Если кто не понимает, что такое проектная документация, это дорога, но на бумаге. То есть расчеты, чертежи и так далее. По сути, ни одного камня никто никуда не заложил. Но вот на бумаге вот это все обошлось в 300 миллионов рублей. Понятно, что ливиную долю этих денег украли. Украли, испугались. И, в общем, решили все это дело затихарить. Поэтому, видимо, сидели, помалкивали об этой дороге. То есть сказать, что, ребята, ее бы надо убрать из генплана. Вдруг бы задали вопрос, а как вы тогда 300 миллионов куда вы ухнули. И вот они так сидели, помалкивали, помалкивали, а бюджеты каждый год формировались, деньги каждый год выделялись. И, видимо, вот какой-то такой же чиновник, только как Мишустин, только на уровне региональном, точно так же задал вопрос. Что у вас там какая-то дорога, деньги на нее заложены, что их никто не осваивает и так далее и тому подобное. И ребята не придумали ничего лучше, как освоить эти деньги, то есть их украсть. И они, в общем, провели еще одну процедуру доработки того проекта. То есть, понимаете, еще раз для тех, кто на бронепоезде. Дорогу никогда не будут строить. Но 300 миллионов на проектной документации уже украли с этой дороги. Не дорогу, развязку, простите. Пять лет она болтается в генплане, наболтается там в каких-то проектах. Деньги на нее выделяются, но не осваиваются. Задали вопрос, что такое, вместо того, чтобы признаться, да, что вот такая история произошла. Нет. На ней украли еще 55 миллионов. И неизвестно, чем эта история закончится. Но по большому счету, это один единственный пример. Так для понимания вам рассказал. Один единственный пример. Вот это поворот. То, что вот вытащил на поверхность Глеб Пьяных, вот так вот, если по регионам покопаться, вот таких вот несуществующих развязок, их десятки, сотни, тысячи. И на все, на эти проекты, которых нет в природе, которые никто никогда не будет реализовать, выделяются миллионы, миллиарды бюджетных денег, которые можно было потратить на повышение зарплат, на повышение пенсии, там вот реформу здравоохранения провалили, можно было потратить на то, чтобы построить там и оснастить по последнему слову энное количество там сотни больниц, сотни тысячи детских садов, десятки, сотни тысяч детских площадок, а их просто крадут. И вместо того, чтобы озадачиться, на месте Мишустина, что, ребят, давайте-ка проведем расследование какое-то. Откуда такая куча бабла, с какого потолка она свалилась? Как такое может быть? Ну, согласен, нельзя там рассчитать все тютелька в тютельку, копейка в копейку. Ну, слушайте, ну триллион денег, это дохрена, повторюсь, это 25% ВВП на душу населения, плюс 2. То есть каждый из нас мог бы сейчас, вот при тех же условиях экономических, которые присутствуют в нашей стране сегодня, мы могли бы, каждый из нас с вами, быть на 25% богаче просто, если бы эти скоты не воровали. Ладно, закругляться пора, хороших вам выходных. Завтра хочу взять небольшой тайм-аут всех защитников Отечества с праздником. Мы в таком формате, кстати, мы встречаемся в последний раз. И вот, наконец, закончил ремонт, мы доделали новую студию, там будет выходить немножечко другая программа, при этом реальная журналистика будет выходить, вторник, четверг, как обычно, немножко будет другая программа, пока не скажу, какая, очень скоро узнаете. Ну, а 23-го непосредственно числа, стрим, прямой эфир, мой гость, да не скажу, кто 23-го числа и узнаете. Хороших выходных и до воскресенья. Все, пока. Пока.